Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шарочной игры. Сегодня мы с вами рассмотрим две интереснейших партии, которые в свое время сыграли на Гамблере в Блице международный гроссмейстер Евгений Кондраченко из белорусского города Гомель и санкт-петербургский мастер Тимофей Проскурин. Обе партии Евгений Кондраченко играл белыми. Первая партия ЕД4, АЖ5, ЖХ4, ДЕ5, АБ4, БА5. Дебют игра Филиппова, которые характеризуются симметричными построениями. Далее БА3, ЖХ6, черные повторяют ходы за белыми. И на ход ФЖ3, здесь уже черные решили отклониться от симметрии и сыграли ЖФ4. Для уравнения белым надо играть энергично. ЕФ2, как в свое время играл чемпион СССР мастер Игорь Тимковский. Ну и на любой ход, в чем идея, мы хотим разменяться 2 на 2. То есть меняемся вначале назад. И как бы черные не побили, возникает примерно равная позиция. Здесь уже большинство мастеров думало бы, скорее всего, о том, что партия заканчивается в ничью. Но тем не менее партия продолжается. БЦ7, АБ2, СД6, БЦ3, ДЦ5. Черные построили на своем правом фланге ударную колонну. Ну и белым для уравнения надо было играть СБ4. Но белые решили подкрутить игру и сыграли ФЕ3. Обратите внимание, что красиво проигрывает напрашивающийся ход ЖФ4. Поставьте видео на паузу и попытайтесь найти комбинацию за черным. Она не сложная, но симпатичная. Вначале выбиваем шашку с дамочного поля С1. Вот таким разменом 2 на 2. И затем наносим свой финальный удар с выигрышем. Естественно, международные гроссмейстеры не попадаются на такие ловушки. И Евгений Кондорченко сыграл в этой позиции ФЕ3. Черные полностью разбивают левый фланг белых. Ну и уже у черных позиция приятнее. Они еще строят ударную колонну ходом ФЖ7. И вот здесь Евгений делает, по его словам, дохленький ход ЖФ2. Но это единственное сопротивление. Конечно, у черных огромное преимущество. И вот здесь Тимофей ошибся. Правильно, конечно, было играть ЕД6. Ну и на единственный ход СД4 можно было, допустим, разменяться ФЖ5. После размена 2 на 2 возникает примерно равная позиция. Тимофей Проскурин решил, что в этой позиции он побеждает и сыграл ФЕ5. Кажется, что белым остается только сдаться. Но на самом деле возникла идея московского мастера Чечикова 1963 года. Поставьте видео на паузу и попытайтесь найти красивую разгромную комбинацию за белых. Белые играют СБ4, загоняют черных в дамки. Затем отдают еще 2 шашки. Ловят дамку черных и совершают вот такой красивый сквозной удар. Естественно, Тимофею Проскурину в этой позиции пришлось сдаться. Очень красивая партия. Давайте рассмотрим вторую, не менее красивую партию. Вот этих двух соперников. Выпал такой дебют интересный. Д2 на А4. Б6 на С5. Так называемая леталка. То есть профи обычно играют как раз вот такие запутанные дебюты. Называется летающая шашка или леталка. Ну и здесь видите, у белых конечно не достает шашки Д2. Поэтому преимущество гостит у черных. Белые сыграли СБ4. Ну и у черных отличная позиция. Можно сыграть и ФЖ5 с разменом на Е5. Можно сыграть просто ФЕ5. Белым надо аккуратно защищаться. ЕФ4, ЖФ6. И вот здесь в партии Евгений правильно сыграл ФЕ3. Напрашивающийся ход Б5 уже ведет к большому преимуществу черных. Смотрите. Но для этого надо играть энергично. СД4. Ну и как бы белые не менялись. Допустим, БЦ3. Здесь уже связки сказываются в пользу черных. То есть у белых переразвитие. Ну допустим, возможно такая интересная ловушка. АБ6, СБ4. БЦ5, СБ2. АЖ7. Точный ход. Ну и после хода ЕД2 мы меняемся СБ6. В чем идея? Нельзя играть БА5. Из-за простой комбинации СД4 и ДЕ3. Ну и черные легко выигрывают. Это понятно. Кроме того, видите, грозит ход БА5. Черные грозят связать левый фланг белых и выиграть партию. И вот здесь белых спасает только комбинация. Тоже поставьте видео на паузу. Попытайтесь найти ничью за белых. Спасает только вот такая неочевидная комбинация. АЖ5 и ФЕ3. И затем надо играть именно БА5. ДЕ3 играть плохо. Ну и после того, как черные бьют на Ж3. Бьем три шашки. И следующим ходом отыгрываем шашку. И возникает примерно равная позиция. Вот это чуть ли не единственная ничья после хода БА5. При правильной игре черных. Евгений правильно играет в этой позиции. Поэтому ФЕ3. И вот здесь черные правильно нападают. ЕД4. Это сильнейший ход. То есть, видите, меняться белым нельзя. То есть, так играть, допустим, так играть пассивно. Видите, у белых очень неудачно расположены шашки левого фланга. Застряла шашка АЖ2. Поэтому у черных здесь огромное преимущество. Конечно же, нельзя играть также СД2. Из-за несложной комбинации. Отдали одну. Затем вторую. И прорвались на поле С1 с выигрышем. Поэтому у белых, кажется, здесь проблемы. На самом деле, здесь белых выручает резкий ход. ЕФ2. Только таким образом. Ну и у черных есть три ответа. ФЖ5, как было в партии. ФЕ5 и ФЖ7. Давайте рассмотрим их все. После хода ФЕ5 белым может сыграть СД2. И они не боятся комбинации черных. То есть, черные здесь могут сыграть ДЦ3. Затем загоняют белых в дамки. Эту дамку ловят. Но у белых слишком много шашек. Здесь они могут поймать дамку за две шашки. Вот таким образом. Ну и партия заканчивается ничьей. Все остальные варианты за белых, конечно, плохие. Надо уравнивать именно таким образом. Так, рассмотрели ход ФЕ5. Если черные играют ФЖ7, тогда здесь возможны тоже красивые варианты. Белым надо играть БА5. И черные применяют такую стандартную жертву шашки. ДЦ3. То есть, профессионалы очень часто применяют ее. Я подробненько разбирал подобные жертвы. Кто не знает, как играть в подобных позициях, ссылочку оставлю в верхнем правом углу. Ну и дальше возможно такое продолжение партии. АБ2, БА7. И у белых кажется проблемой, несмотря на лишнюю шашку. Например, проигрывает напрашивающийся ход СД2. Черные снова проводят комбинацию и просто громят позицию белых. Допустим, СД4. Выбиваем шашку Е3. И наносим свой финальный удар. С выигрышем. Естественно, так играть нельзя за белых. Поэтому белым здесь надо возвращать лишнюю шашку. Все остальное плохо. И играть СД2. Ну и здесь все-таки партия завершается ничей. Например, ЕF6 меняемся. Черным надо бить назад. Ну и после хода ДЦ3 белые хотят разменяться. СД4. И возникает примерно равная позиция. Такие интересные варианты возникали после хода ФГ7. Также после хода ФГ7 возможен интересный эншпиль после хода ФЕ5. Тут, извините, не анализировал позицию. Так что, кому интересно, можете подкручивать партию вот таким ходом. Ну и наконец, рассмотрим ход в партии. ФГ5. Здесь все закончилось не менее красиво. Белый играет Б5. Черный играет Ж4. СД2, АЖ7. Все форсировано. И белые меняются назад. Возникает интересная позиция. Конечно, правильно в этой позиции играть ФЕ7. Черным уже надо играть аккуратно. Преимущества у них нет. Далее, возможно, АБ2, ЕF6. И белые меняются ФГ5. Черным снова бить надо назад. И возникает примерно равная позиция после хода БЦ3 или ЖФ4. На выбор белых. Позиция равная. Так, если черные здесь неаккуратно сыграют ЖФ6, этот ход уже проигрывает. Смотрите, белые полностью разбивают левый фланг черных. Вот таким разменом. И играют ЕF4. То есть, видите, на ход СД4 последует ФГ3. И белые останутся с лишней шашкой. А если черные играют ДЕ7, тогда просто выжидаем АБ2. Надо играть ЕF6. Снова выжидаем БА3. И черным некуда ходить. На АБ6 грозит комбинация. Поставьте видео на паузу. И попытайтесь найти несложный выигрыш за белый. Играем АБ4. Затем ФГ5. Затем ФГ3. И красиво снимаем 5 шашек соперника. С выигрышем. Если же черные нападают, допустим, ФЕ5. Ну, можно просто разменяться ФГ3. Ну, и черным что-то как-то некуда ходить. Остается только сдаться. То есть, выяснили, ход же Ф6 плох. В партии Тимофей сыграл АЖ5. Интересная жертва. То есть, видите, у белых связан их правый фланг. Поэтому кажется, что на вскидку, что у черных даже позиция приятнее. Несмотря на отсутствие шашки. Тем не менее, при правильной игре здесь у белых отличные перспективы. Далее в партии было АБ2. ЖФ6. Белые напали. Ну, нельзя закрываться ЦД6 из-за несложного удара. То есть, ФЕ3. Затем ДЦ3. И белые попадают на преддамочное поле с выигрышем. То есть, правильно, конечно, в этой позиции меняться. ЦД4. Так и было в партии. И Евгений играет БА3. Тимофей разменялся. АБ6. И вот здесь у белых был, в принципе, симпатичный выигрыш. В партии Евгений ошибся. Сыграл ЦБ2. Но, может быть, оно и к лучшему. Потому что он выиграл не менее красиво. То есть, выигрывал здесь ход ДЕ3. Ну, закрываться нельзя, потому что последует ЕФ4. И черные проиграют из-за самообложения. Поэтому приходится отходить. Тогда возвращаем лишнюю шашку и нападаем ЕФ4. Снова отходить нельзя, потому что белые зайдут в любки и грозят пройти в дамки с выигрышем. Если же черные просто меняются, здесь рожон черных слабенький. То есть, видите, белые просто играют ЖФ4 и на любой ход меняются 2 на 2. И несмотря на то, что у черных рожон на поле Ц3, здесь у них, конечно, партия проиграна. Остается только сдаться. Ну, такой несложный, ну, в принципе, незаметный выигрыш. Надо рассчитать. Все-таки партия Блиц. Не забывайте. Поэтому Евгений здесь ошибся. Сыграл ЦБ2. Тимофей подумал, что уже выигрывает. Здесь черных спасал ход Б5. И несмотря на отсутствие шашки, здесь у черных, в принципе, равная позиция. Но в партии черные также ошиблись. БЦ5. Белые уже игра ДЦ3. Связывают центр черных. И на ход ФЕ7 здесь был снова у белых выигрыш. Евгений снова ошибся. Он сыграл ЦБ4. Этот ход выпускает выигрыш. А правильно было играть ФЕ3. Смотрите. Ну, черным наобить Аш на Ф2. Иначе они останутся без шашки у разбитого корыта. Ну, и тогда белые проводят несложный удар. Аш Ж3, ЕФ4. И попадают на придамочное поле. Ну, и здесь выигрыш белых не вызывает сомнений, надеюсь. Вот такой выигрыш был у белых. Но Евгений сыграл ЦБ4. Тимофей уже предвкушал победу. Поэтому не стал форсировать ничью после хода ЕД6 и БА5. То есть здесь был несложный ударчик за черных ничейный. То есть ДЕ3, бой-бой. И затем ДЦ5. Ну, и партия заканчивается ничьей. Ну, Тимофей сыграл БЦ7. Справедливо полагая, что у черных здесь, несмотря на отсутствие шашки, позиция лучше. Тем не менее, это не так. Поставьте видео на паузу и попытайтесь найти разгромную комбинацию за белых. Вот это, друзья, идея мастера из Крыма Сергея Балжаларского. В свое время был репрессирован и затем сослан в Пермский край. Так что Сергей Балжаларский мой земляк. Здесь белые играют ФЕ3 и красиво побеждают. Ну, сюда бить нельзя, иначе белые останутся с лишней шашкой и у них пропадает связка. Поэтому приходится бить на Ф2. Тогда играем АБ4 и выясняется, что черным бить некуда. То есть сюда же на Ф4 не побьешь. Белые просто побьют 5 шашек. 4 шашки и дамку соперника и выиграют. Поэтому приходится бить на поле G5. Тогда здесь аккуратно бьем шашкой G1. 3 шашки и затем наносим свой второй удар. Именно так и закончилась партия Евгения Кондраченко и Тимофея Проскурина. Друзья, если вам понравилось данное видео, не забывайте поставить нравлик и подписаться на канал. До свидания и давайте воевать только на шахматной и шашечной досках. Субтитры создавал DimaTorzok